Всем привет, друзья! Я Dove. Сегодня у меня 610 HTC Desire. Будем менять дисплейный модуль. Я держу его в руках. Видите, да? Включается. Просматривается свет. Выключаем. То есть аппарат, судя по всему, работает. Принесли мне сегодня вот такой дисплейный модуль на него идет. Разъем дисплея, тачскрина. Сейчас попробуем заменить достаточно новый смартфон 2014 года. Кодовое название OOP90200. Снимаем крышку. Винты на Т5. Заработал тач от касаний. Два винта с крестообразной шлепкой. Вот здесь и три винтика. Четыре черных. На Т5. Три вида винтов. Не путаем. Снимаем верхнюю рамку. С антеннами-модулями. Так, смотрим, где у нас здесь разъемы. Разъем дисплея здесь у нас внизу. И тачка со скрином где-то под системной платой. Отсоединяем батарею. Отсоединяем батарею. Тачка со скрином. Так, синий кабель. Вибро-звонок. Отсоединяем батарею. Отсоединяем батарею. Отсоединяем батарею. Отсоединяем батарею. Отсоединяем батарею. Основной шлейф. Отстегиваем. Отсоединяем батарею. Вновь. Давайте снимем верхнюю модуль. И снова поставим на сепаратор. Для соединения дисплейного модуля разбитого. Соединяем шлейф. Вот так вот выглядит шлейф, дисплей, разъем дисплея. Снимаем нижний винт, дисплея антенна-модуль и ставим на сепаратор. Пока ставлю на паузу. Итак, друзья, стоим на сепараторе 100 градусов порядка 3-5 минут вполне достаточно, чтобы соединить дисплейный модуль. Давайте продолжим. Отсоединяем дисплейный модуль. Спасать здесь нечего, поэтому... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дисплейного модуля. Видите, да, здесь скотч внизу, который сейчас мы снимем. Итак, сняли дисплейный модуль. Можно выкидывать. Здесь нам еще не понадобится. Удаляем стекло. Угнутая рамка немного у нас от удара. Ощущаем периметр. Субтитры делал DimaTorzok 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 Удаляем этот скотч тоже. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И нет смысла уже на него нечего устанавливать Несмотря на то, что он довольно липкий не сильно потерял свои свойства удаляем итак друзья очистили рамку давайте вставим дисплейный мудок проверим его Да, довольно интересно. Так не получится. Начать будем ссовывать вот так. Выключили разъемы, тачскрин, дисплейный модуль. Заметьте, дисплейный модуль у нас не проклеенный. Сейчас будем проклеивать рамку. Уложили, и за раз посмотрите, как он сидит на рамке, не сильно ли утопает, либо наоборот, не сильно ли вылазит. Исходя из этого, из этих зазоров, измерений, нужно подбирать двусторонний скотч. Точнее, подбирать его высоту, слой один слой, два слоя. Здесь, я думаю, вполне достаточно нам будет уложить один акриловый слой на рамку. И все будет как положено. Давайте подсоединим к системной плате. Подсоединяем тачскрин. Подсоединяем шлейф основной. Системное платье. Отвлекает меня немного, коллеги. Так, подсоединяем дисплей. Нижний модуль оставим пока в покое. Проверим дисплейный модуль. Подсоединяем батарею. Если она совсем не села, конечно. Включаем телефон. Дисплей загорелся. Ждем загрузки. Проверяем тачскрин. Так, друзья, загрузили телефон, графический ключ реагирует. Нижние кнопки домой реагируют. Давайте экстренный вызов проверим. Все реагирует. Я думаю, все в порядке. Можно менять. Отключаем. 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 дисплей телефон снимаем батарейку соединяем разъем дисплейного модуля основного шлейфа тачскрин снимаем дисплей так друзья клеить отрываем скотчем последнее время я сажаю только на него на данной модели мы будем использовать вот такой потоньше и потолще для проклейки внизу еще раз проверьте места которые будем проклеивать чтобы никаких шероховатости не оставалось что может повлиять на щели останутся рисуйте как следует на поверхность чтобы не оставалось воздуха между скотчем на заскоченную поверхность так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Разъем точскрина... Эту часть можно опустить... Так, здесь у нас отверстие для датчика, тоже давайте обрежем аккуратно... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и толстым скотчем давайте проклеим внизу, где у нас стоял двусторонний скотч, который мы снимали... Будет удерживать дисплей, непосредственно сам дисплей... Даже есть пазы, к которым он был приклеен... Так, рамка готова... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте напрессуем... Продолжение следует... Прекрасно село... Никаких щелей, зазоров... Продолжение следует... 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 Либо разгонок, основной шлейф подсоединяем к нижнему модулю застегиваем, разъем дисплея кабель укладываем Вот так. Давайте вот эти разъемы закроем, как они были закрыты. Вот у меня остался этот скотч металлический. Так, батарею пристегиваем. Заглушка, сим-карта, верхняя рамка с модулями антенны. Так, ну и последние винты, не перепутайте. Здесь посередине у нас два маленьких винтика с крестообразными сяпками. По бокам, по углам у нас такие вот серебристые длинные винты. Продолжение следует... Так, и вот здесь вот последние четыре винта. Черные винты одинаковой длины закручиваем. Итак, друзья, всем спасибо за внимание. Только что мы поменяли дисплейный модуль на модели HTC Desire 610, модель 2014 года, всем удачи в ремонте, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok